На первый взгляд, казалось бы, обычный светофор. Но разобравшись, можно понять, что это не так. Все дело в его конструкции и оснащенности. Материалы для него выбрали более легкие и прочные. Дополнительно установили световые полосы и новейшие в республике гоба-проекторы. Пока они есть всего в двух местах. У нас установлены впервые в городе, вот это на улице Дорожной и на второй объект, это на улице Каландришвили-Шмидта. Установлены гоба-проекты. Гоба-проекция проецирует у нас дополнительно пешеходный переход. Это позволяет, по каким-то погодным условиям, может снег выпал, и оперативно не удалось убрать зебру. Это будет в любом случае видно вечером. Это повлияет на безопасность дорожного движения, на безопасность пешехода. Один такой светофорный комплекс обходится администрацией в 150 тысяч рублей. Как отмечает директор горсвета Алексей Тулонов, главная безопасность горожан. Сколько машин тут разбилось. А когда я говорю, дети начнут ходить, вы представляете, что будет? Вообще, конечно, конечно, конечно. Обязательно надо. Конечно, удобно. И вот эта подсветка тоже бравая. На данном участке дороги часто происходят аварии, поэтому установка светофора необходима. Особенно в преддверии открытия самой большой школы в Бурятии. Такой светофор с указателями, ну вот сегодня мы знаем, что он будет очень необходим, потому что здесь будет большой поток детей. Горсвет совместно с администрацией города движется в правильном направлении. Безопасность наших детей, а также наших горожан – это самое важное на сегодняшний день. Дарья Белева, Жаргал Ирдыниев, телекомпания АТВ.